и снова всем привет на канале олег нестеров брест сегодня мы с вами заполируем машинку которую вчера красили крышку рамочку для бы лобового стекла сегодня у нас выдался солнечный но морозный денек минус 7 на улице ведь я холодновато гараже пока греется печурочка работает настрой нормальный подписывайтесь на сайт ссылочка есть в канале очень большой сайт уже скоро вообще будет большой так что занимайте первые места курс продолжается 1 числа я открою папку в которой хранятся все присланные мне видео на конкурс будем проводить голосование ну а победитель выиграет приз действующий проверенный временем и опытом совсем еще молодой валера покрасочный пистолет низкого давления хвлп ну и с утра анекдотик поезд едет день все короче да а на второй полке наркоман лежит такой блин плохо ему вообще стало вообще плохо лежит не знаю чё делать короче вообще тошнит его открывает окошко короче полностью да высунулся вот так по пояс и балдеет ветром его обдувает хорошо ему щеки раздувает балдеет ну легче стало человеку тут бабка за ногу дергает мальчик мальчик ну закрыл бы окно на улице все таки холодно а бабку всю короче снегом засыпала говорит холодно на улице закрыл бы окошко взима все таки он поворачивается бабка я себя вообще балдею думаешь если я закрою окошко на улице чё потеплеет вот такой анекдот но мы с вами продолжим полировку автомобиля немного покажу как убрать переход ну каждый убирать по-разному то есть я буду убирать таким способом ну смотрим ну изначально обклеиваем машинку так как стекла нету и чтобы туда ничего не попало все там переживали что мы искрами куда-то попадем не переживайте дядя олег на опыте искры летят туда куда надо вот ну вот отклеили машинку чтобы у нас водичка ничего не стекало и начинаем вот эту вот граничку часа ближе покажу вот эту вот граничку начинаем сравнивать вот с этой плоскость чтобы здесь сделать матовая и здесь однородная и гранички этой не было ну и начинаем развивать гранички то есть саму граничку вот эту убрали если у вас все-таки попал нахуй и потихоньку с чистого места вернее с кузова начинаем перемывать на саму крышу вот такими круговыми движениями мелким шагом не торопись не нажимайтесь вот видите если пенка идет значит уже у вас лак подсох если пеночки такой нету нафиг не надо ничего делать пока ну и затираем погранички вот так сначала проходим наша задача убрать сам вот этот переход если вы не видите что выпьете смахните щеткой по которая на стекле дворником и снова здравствуйте на канале я олег не стрелки энд компаниент вот сначала проходим самую граничку убираем все-таки нахуй он хоть его и не видно но он появляется и теперь дальше круговыми движениями вот мы затерли все столик смоет это все дело вот положили мы чуть-чуть ну я буду три морской полироваться и с небольшой скорость вот так как можно увидеть мы сполировали там тоже это потолок отражается убрали косячок ну и сейчас мы столясь и будем вклеивать стекло решили вклеить товарищу потому что на улице холодно без стекла он даст просто дуба врежет ну вот кто переживал что застрется панелька панелька у нас чистенькая сейчас поближе сниму мы хотим приготовить стекло снять вот эту штуку но здесь приклеен вот этот молдинг да его уже край обрезали мы будем стать универсальным но его содрать невозможно можно сломать стекло поэтому мы ножиком вот тут вот разрежем то есть отделим ее от резинки и снимем отдельно сначала рамочку потом резиночку по всему периметру дата ляся да 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 молодец на первый взгляд это все очень просто делает на самом деле здесь очень аккуратно на гараже у нас тепло так что тут это все мягенько начинаем вот как бы сейчас приближу потихонечку вот так вот отрезаем отделяем вот как видите мы отделили да и теперь он легко снимается если вы не отрежете вы можете отломать сильно то есть вам это не надо и по всему периметру вот такая кухня вот как видно молдинг мы уже видите подрезали и удалили его то есть это мы сделали без проблем правда вот такими кусками он слез он идет внутри металлический поэтому он такой говняный а мы взяли вон он висит универсальный то есть мы будем его ставить видео как заменяются стекла вы можете посмотреть у меня же на канале в видео от подписчиков там ребята профессионально меняют они вам ответят на вопросы если что так что заходите смотрите ну и эти вот остаточки снимаем вот обратной стороной вот такую стамесочку взял то ли держишь так вот врезаться чуть-чуть и поднимаем кончик и пошел вот так вот срезаем то что у вас на стекле чуть-чуть остается это ничего страшного наоборот это лучше для клея вот как бы она снимается незатейливыми движениями да толя нет подерживайся сейчас дядя толя немножечко помоет стекло внутри чтоб потом не подлазить обезжирить все и будем ставить молдинг в гараже у нас не знаю наверное под 30 градусов просто не стали ворота открывать чтобы немножко как его там машина нагрела чтобы не на холодную приклеивать и не сквозила и не сквозила на улице дуборез ну и сейчас наносим праймер на рамку праймера у нас не было мы развели вот клей растворителем тот же клей которым клеить будем и промазываем рамку то есть эффект будет тот же самый когда мы грунтуем получается чтобы все у нас было the best то есть получается практически то же самое это нам даст хорошее прилипание ну я взял художественную кисточку есть тампончики и аккуратненько вот так вот все промазываем по всему периметру ну вот как бы мы промазали все по периметру сейчас будем примерять сам молдинг да кстати вот эту штучку что мы развели клей в растворителе вот кто задается там вопросом можно так же развести тюбик и потом зафигачить дно на машине вот такая штука прилипает это вообще ужас и во вторых она становится резиновая когда высохнет камни отлетают как от бронежилета прежде чем мазать да так как мы не специалисты в этом деле и так часто стекла не ставим вот мы да есть сейчас стекло померяем я выпью снова на раз и ставим примеряем стекло как оно у нас будет стоять если ты вот так его будешь корячить мы весь склеим и не видел стеклышко стоит ровно это уже радует надо туда его чуть-чуть вот я у себя поставлю здесь так же по периметру промазываем праймером будет прилипание лучше в нашем как бы и на стекле и здесь еще если там есть какие-то мелкие царапинки вот в этой они закрасятся тоже хорошо не забудьте тут вот в клее с обратной стороны такая крышечка ее надо снять и вот такая фигня это влага собиратель короче ее выкидываете заряжайте в пистолет и обязательно нагрейте баллон если вы его не нагреете то будет хреново вот этот пупсик срезаем это если по краю стекла мы мажем но у нас уже молдинг одет мы будем упираться в молдинг и сразу выставляем чтобы вот эта штука у нас была вперед по ходу вот видите дырочка чтобы у нас сложила шов как бы ровнее ну и начинаем намазывать здесь вот конечно аккуратнее надо проходить клей мы нагрели и пошли потихоньку накладываем вот такую красивую ляплю желательно чтобы она ровненькая была без обратите внимание кто будет клеить одного баллона не хватает вот я открыл второй как бы заходим стык делаем так ну и удобно мазать сейчас мы тут убираем и спичок вот здесь чтобы у нас разрыва не было ну и вот 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 сам интересный момент блин не снял не снял не повторять не будем следующий раз повторим но как видите все у нас встало не так просто мы попадали конечно но все встало конечно еще ни разу я так не мучился с этим молдингом не знаю чё он такой блин еле одели то есть со стеклом толик вот ни разу не ставил хоть мы потренировались его приставили не с руки как-то было но поставили то есть сейчас мы полчасика подождем чтобы клей немножечко прихватился и начнем пока собирать морду и машина где-то должна сохнуть три-четыре часа при такой температуре трех как бы достаточно гаражей не знаю нас это под тридцатник вот вроде все нужно сейчас только и подсохнуть вот наша крыша ну вот вроде на сегодня и все запарился дядя толя тоже народ общается на рации костян говорит ну и они я думаю сегодня вы почерпнули что-то да ну и анекдот на прощание на улице холодновато я здесь расскажу а они идут короче зоопарк варьера со слонами стоит отец ну и сынок сынок дал ну и отец думает дай ему объясню вообще что это такое говорит вот сынок видишь там большой слон а вот это сыночек видишь чуть поменьше слоник а вот тот совсем маленький это типа ты это их сынок у них вот одна семья мама папа и сыночек понял сыночек а шо ты не понял вот такой анекдот не сочтите что это пренебрежительно ко всем отношусь это анекдот просто ну и в принципе то на сегодня все надеюсь что-то вы уловили то есть если вы как бы начинающий да вот одно скажу на таком расстоянии конечно переход не стоит делать только в случае крайней необходимости все-таки длина большая и на все длине может быть у вас не получится хотя если потренироваться просто чтоб вы имели ввиду что так можно сделать можете потренироваться день на большой длине капот старой мяты найти и сделать там переходит то есть тренироваться нужно все время то что вы вот как бы посмотрели до урок как бы увидели что да действительно получается то есть я до этого тоже дошел не сразу и испортил как бы ни одну машину во вторых цвет лака бывает разный и бывает что переход виден даже лак на лак как бы старайтесь если вы делаете переход делайте его в тонком месте как допустим на стоечка на стоечке найдите тонкое место на стойке и делайте там переходик ну вот в принципе то и все регистрируйтесь на сайте у меня там очень интересно сайт уже немножко редактируется на сайте есть и бесплатное объявление и как бы в вашем профиле вы можете загрузить свои услуги которыми занимаются человек зайдя на сайт уже будет видеть что чем вы занимаетесь может вам обратиться то есть из ваш из вашего города человека ну на сегодня все до новых видео скоро мы будем делать кузовную работу по цене 4 может быть даже завтрашнего дня следите за конкурсом присылайте свое видео осталось совсем немножко первого числа вечером первого декабря я открою папочку с конкурсами и все могут посмотреть проголосовать и победитель получит приз ну и всем бабла и добра правильно удачи всем здоровья вам вашим родителям вашим деткам всем у вас конечно до новых встреч